Ах, если бы сбылась моя мечта! Сашу Метелкина ждет судьба Саши Абдулова. Никогда не было такой Маргариты и такого мастера. Какого царя я играл? Я играл Ермольника царем. Рич, это вы, богатый. Ну, вообще, меня поэтому и приглашают, чтобы зрителя тянуло в кинотеатр. Да, это удивительная история. Я знаю результат сегодняшней нашей встречи. Я все-таки куплю себе телевизор. Всем привет! Я Константин Алисимов. Это ОК на связи. Эпоха сказок продолжается в кинотеатрах. И на очереди у нас легендарный летучий корабль. А в гостях легендарный Леонид Ермольник и лучезарный Александр Местелков. Спасибо, спасибо. Вы знаете, что вас судьба друг к другу вела к летучему кораблю? Вы оба играли в театре на Таганке. Да, это так. Да. Вы оба играли в Мастере и Маргарите в театре на Таганке. И вы оба играли Коровину. Вы знали об этом факте? Мы об этом узнали, когда познакомились. Мы специально пришли на эту программу, чтобы это узнать. Ну, мало ли, вот, пожалуйста, вот такая информация, живите с этим. Ну, а как вам летучий корабль? Что нам ждать от этого фильма? Будет ли переиграно наше золотое детство по-другому, для того, чтобы мы уже детей своих привели, и для них мультик отошел на второй план, а летучий корабль фильм встал на первый? Я думаю, что мультик останется мультиком, любимым и вечным. Это такая уже необсуждаемая классика. И воспитывать подрастающее поколение без этого мультфильма бессмысленно. А мы просто сделали, ну, как бы раздвинули границы и сделали из этого полнометражный художник. Но не мы сделали, мы снимались с Сашей в этой картине у замечательного режиссера, который очень хорошо чувствует этот материал. Это Илюша, учитель, сын замечательного Алексея, учителя. И я всегда, когда... Ну, обычно же, когда зрители смотрят кино, они чаще, если артист того заслуживает, запоминают имя артиста. Режиссеров уже как бы на втором плане, операторы на третьем, да, обычно артистов. Но я всегда, когда хочу объяснить что-то про Илюшу, учителя, я говорю, что одна из моих любимых картин за последние годы – это фильм «Стрельцов» с Сашей Петровым. Вот это и есть Илюша, учитель. И когда он, сняв картину Стрельцова, обошелся без меня, у нас были очень трудные с ним взаимоотношения, скандалы и так далее, и так далее. И он сказал, что он буквально... Я думаю, что он вообще из-за этого стал снимать летучий корабль, чтобы дать мне роль царя. А вы, как это, заревновали, что фильм снят без вас из-за качества фильма или из-за того, что про футбол, про Стрельцова? Нет, потому что очень хороший режиссер и очень хорошая картина. Ну вот и срослась. Саш, ну а тебе как? Ну, по поводу того, что мы расширили границы после мультика и сделали такой полнометражный сказочный фильм, я бы еще упомянул бы саму сказку «Летучий корабль». Ведь это сказка, мультик и наш фильм – это один такой стержень, но разные обстоятельства, потому что сказка совершенно отличается от того, что сделали в мультике. То есть когда нам говорят, что мы ждем, как бы не испортить фильмом мультик, но ведь мультик был создан по сказке, вдохновившись сказкой «Летучий корабль», где вообще другие обстоятельства. И они как бы записали песни, написали музыку, придумали какие-то другие условия. И мы тоже, опираясь на мультик, создали свою какую-то немножко историю. Поэтому нельзя все лепить в одну кучу, и все эти три произведения имеют место быть. Вот и все. Да, и они все разные, безусловно. Да, мультик «Сказка» разная. Я сейчас предлагаю окунуться в атмосферу фильма, ну хотя бы посмотрев трейлер. Прошу. Полкан сватает за тебя сына. Мальчик, умница, красавица. Вот ты кокетка. Почти красавчик. Мне главное, чтобы у тебя с ней все серьезно было сейчас. Секун. Лежим со мной. Куда? В Голгосвет. Там знаешь сколько чудес? Там рыбы с крыльями. Люди ростом по поясу. Яйцо дракона настоящее. Это кокос. Миша. Целую, обнимаю. Стоп, стоп. Ты ей не ровня. Человек. Вот так вот. Да, мультик был снят в 79-м году. Над этим фильмом вы достаточно долго работали. Задумка была еще три или четыре года назад его реализовать. Кстати, вот сейчас даже больше. Наверное. Мы только два с половиной года назад начали его снимать. Да. А готовились еще. Потом еще цепанулась пандемия. Что-то нам мешало. Да, помнишь? Да. Много было. Ну, картина очень сложная, картина очень современная. Это тот случай, когда, знаешь, мы смотрим современное кино, мы поражаемся компьютерной графике. Ну, сегодня без этого нельзя. И, конечно, в этом смысле картина очень современная. И она покрывает все, любой возраст. Можно идти на эту картину с трехлетним ребенком, можно идти с 83-летним дедушкой. Вот. Я думаю, что она... И сейчас же вообще у нас такая штука сказки. Сказки. Семейное кино. И не только потому, что время такое, а, наверное, потому, что кино, оно всегда было объединяющим. Это то, что может подружить родителей и детей, дедушек и внуков. Есть общая тема разговора, есть чего обсуждать. И в этом смысле, я думаю, что наша картина, она вроде как третья выходит, да, из... В этом сезоне. Значит, от щучьего веления... Назовем так, да. Зритель прикормлен уже. Да, да. Нет, не перекормлен, а просто... Прикормлен. Не перепри, при. Ну, может быть, прикормлен. Но все эти фильмы разные. Я имею в виду еще Бременских. Вот. Мы выходим третьими. Я уже не раз повторял то, что вот по щучьему велению и Бременске это те картины, как на рок-концертах бывает перед выходом звезды, выходят на разогреве еще какие-то... Вот эти два фильма на разогреве, чтобы зритель не сошел с ума от восторга, посмотрев картину «Леточий корабль». Но я могу вам сказать, я вообще не очень люблю разговаривать до выхода картины, зазывать зрителя, уговаривать его. Я думаю, что это картина, которую будут смотреть независимо от того, сколько мы про нее перед этим скажем. Я думаю, что эту картину будут смотреть по нескольку раз. У меня есть какой-то опыт и профессиональный актерский, и продюсерский, и зрительский. Есть фильмы, которые с удовольствием смотрю по нескольку раз. Я думаю, что эта картина, у нее будет именно такая судьба. И самое интересное, в ней столько... Там для всех все есть. Я считаю, что для меня вообще самое главное, чтобы в картине был юмор. И, по-моему, у нас с этим картиной все в порядке, да? Да. Там мне задают очень часто вопросы, трудно ли играть царя. Ну, как понимаете, какого царя я играл? Я играл Ермольника царем. Вот и все. Ну, что переоделись? Не только переоделся, но корону надели. То есть есть трудно быть богом, а есть трудно быть царем. Да, есть трудно быть царем, да. Все про вас. Поэтому я думаю, что картина эта очень живая, очень динамичная. И как зрителя могу сказать, поскольку и Саша, и я, мы уже посмотрели картину целиком, совсем недавно. Вот. И, естественно, я, может быть, волновался больше всех во время просмотра. Из-за чего? А? Из-за чего? Ну, во-первых, я сидел рядом с продюсером, вот, с Фанштейном, да? Как-то воздушно-капиллярным волнением передал. Я-то, снимаясь в кино, в этом кино, я деньги получал. А он снимал это кино и деньги отдавал. Поэтому у нас разные интересы. И мы сидели рядышком, и он волновался, и я волновался. И это тот случай, когда волнения были напрасны, потому что мне картина очень понравилась. И я с удовольствием отведу на эту картину моих внуков, которые были один раз на съемке у нас, помнишь, там, когда мы дворец снимали. Вот. И они уже ждут эту картину сколько? Уже полтора года. А у них уже свои скоро внуки появятся, пока они ждут? Ну, пока еще нет, но это вот тот случай, когда я уверен, что мне дети будут благодарны деду, внуке, что он снялся в такой картине удачной. И я уверен, что они ее будут смотреть много раз. При этом можно... Хотите, приходите тоже. А я был уже на фильме. Да, я уже посмотрел его. Чемпоммера прошла уже? Нет, пользуясь служебным положением. Я сказал, говорю, а как я могу разговаривать? А какое расположение служебное? Вот такое, сидячее в основном. А кто по званию? Маленькое у меня звание, но кое-куда уже пускают. Младший лейтенант, младший. И я пошел, посмотрел эту картину перед нашей беседой. И хочу сказать вам, ее будут пересматривать благодаря еще и песням, которые там звучат. Потому что там, помимо тех песен, которые мы видели в мультике, есть еще и потрясающие каверы, а в каверах я разбираюсь, на, ну, буквально-таки современную эстраду. Верхом на звезде. Раз. То, что мне запомнилось. На заре. Два. Саш, какие песни ты ходил и напевал? Есть же заедающие какие-то на работе песни и мелодии. И мы как раз поговорим о твоем исполнении. Все зависело от того, какую сцену мы снимали. Если мы снимали сцену с песней «На заре», которую мы снимали, по-моему, там что-то около двух дней или трех, или даже четырех. Разумеется, я ее напевал так, что люди, которые меня окружают, и они, если сейчас посмотрят, они вспомнят этот момент, что я пел ее везде, всегда и повсюду. Был такой, фу, господи, да остановись ты уже. Было много раз, конечно. Просто сидишь день в машине, сидишь, солнце. Ну, ах, если бы сбылась моя мечта, она вообще произносилась постоянно. То есть, если мы когда-то ее слушали, она не была таким хитом для нас. Мы в детстве смотрели этот мультик, но мы ее не напевали. А сейчас, когда мы уже непосредственно столкнулись с этим, теперь для нас это хиты. Современная аранжировка. Да. Все это есть, графика. Но вот я хочу заметить одну вещь, что ты поешь в кадре, но вместо тебя песни исполняет Федук. Да. Федук. Вам знаком Федук, Леонид? Как мне реагировать? Фамилия так себе. Это не фамилия, это не клей, прозвище. Погонялова? Федя, Федя, конечно. Погонял. Федя, замечательный Федя, и он поет, получается, поверх твоего голоса. Поверх поет. А давай мы сейчас эту несправедливость как бы перечеркнем, и ты озвучишь Федука. Федука? Да. А, и это будет, мы даже, мы подключили все наши возможности, они у нас шикарные. Мы взяли фотографию Федука, и сейчас приделаем к ней твой обворожительный для многих рот. Будьте добры, пустите нам графику, пожалуйста. Вот смотри, повернись, пожалуйста, в камеру. Это твоя камера. Ну, а попасть, да? Сейчас поймешь. Попасть в рот Федука не так-то просто. Сейчас. Вот так. Сейчас попаду. Надо закрепить на штативе Сашку. Вот так, Саши. Он двигается. Федя, здравствуй. Здравствуй. О, твой голос изменился с нашей последней встречи. Федя, фильм «Летучий корабль» ты исполнил партией вместо Саши Метелкина. Скажи нам, ну вот только честно, он действительно плохо поет? Честно сказать, он лучше всех, кого я слышал. Но поскольку у него мало времени, и он все время работает, у него не было возможности записать песни, и я пришел помочь ему. Скажи, пожалуйста, вот в клипе на какую песню ты бы в главной роли в своем клипе снял Сашу Метелкина? Я бы снимал его во всех своих клипах. Федя, у тебя немножко рот ушел, подожди. Красное вино, господи, розовое вино. А я думал, ты заказываешь что-то в ресторане. Я вспомнил песню просто. Так. Ну и скажи, пожалуйста, какие у тебя творческие планы, Федя? Я записал бы еще несколько песен для любых фильмов, где снимается Александр. Федь, у меня... Даже где он не поет, я бы вставлял какие-нибудь песни из летучего корабля. Федя, еще у меня у тебя вот такое замечание одно. Леонид Ермольник ума не прилагает, кто ты такой. А кто такой Леонид Ермольник для тебя? Кто, простите? Леонид Ермольник. Простите, я не совсем... Всего доброго, Федя. До свидания. Кстати, а, Леонид, а почему вы не поете в фильме? Я ждал, когда вы запоете наконец-то. Может быть, там была какая-то сцена после, потому что в мультфильме-то король пел. Ну, в мультфильме там все поют. Дело в том, что и я, и Федя Добронравов, мы как бы старшее поколение в этой картине, мы даже ультиматум делали Илюше Учителю, потому что, я говорю, должно быть что-то смешное. Нельзя, чтобы все совершенно хорошо пели, танцевали. Надо, чтобы кто-то это делал не очень умея. Я говорю, вот мы с Федей замечательная в этом смысле компания. И была даже идея в рекламной продукции, которая связана с фильмом, вот так, чтобы натравить зрителей, чтобы мы с Федькой что-то станцевали и спели. Но решили нашу картину «Летучий корабль» нашим исполнением танцы, песни убрать. Будет ли у вас преследование Ильи, чтобы он в следующий раз снял вас уже в роли певца? Потому что вы же постепенно входите в танцы. У нас контракт с ним, как бы такая джентльменская договоренность, что в следующей картине, независимо от того, будет ли меня там роль или не будет, я все равно буду сниматься. Главное, главное – сниматься. Саша, а по поводу танцев, которые там, ну просто вот, ну невероятная хореография танцы, песни, и плюс еще костюмы. Всегда же артисты переживают, когда играют, допустим, там в сказках или исторических реконструкциях, что эти костюмы, в них, а, холодно, если зимой съемка, б, жарко, если летом съемка, и неудобно в целом вообще. Расскажите про эти фантастические красоты костюмы, которые были на вас в этом фильме. У нас были фантастической красоты костюмы, и мы их очень любили. Взяли какой-то себе? Да. О, вот это я люблю. Мне подарили, у меня был такой, как бы, свитер-тельняшка, такая сказочная, вот, если вот эти фотографии, да, показывают. Да, да, да. И Надежда Васильева, художник по костюмам, я их очень попросил, я говорю, вот, мне так нравится, да. И мне подарили по окончании съемочного процесса этот свитер, и он у меня дома висит. Я все время думаю, куда же я его могу надеть, вот, чтобы, ну, просто в нем походить. Он такой классный, я к нему так привык. Теплый? Он очень теплый. Он накатил полстакана и во двор вышел. Вот, я так и делаю, поэтому... На рыбалочку можно... Ну, на рыбалку жалко, но он все-таки связан, он ручная работа, там все, ну, как жалко его на рыбалку. Вот жаль, нельзя было... На охоту. На паузу поставить, чтобы его разглядеть все детально, потому что он фантастической красоты вот такой... А вы что-то забрали, Леонид, со съемок? Нет. Парик? Нет, нет, нет. Пуфельки? Нет, я ничего не забрал, я же постарше Саши. Он все отдал. У меня уже эти костюмы некуда складывать, понимаешь, да? Вот, и костюмы действительно замечательные в том смысле, что замечательный художник по костюму, и есть взаимопонимание режиссера, оператора и художника по костюму. Эти костюмы очень соответствуют тому жанру и тому стилю, в котором сделаны картины. Вот, это действительно сказка, она ярче, пестрее и, ну, если хочешь, развлекательнее и удивительнее, чем... Здесь не нужен соцреализм, а здесь нужно сделать сказку. Я думаю, что это все очень уравновешено, все очень здорово. Вплоть до того, что эти костюмы должны соответствовать той компьютерной графике, которая... Вот когда все соответствует, тогда получается кино. Я уже второй раз повторяю, что это, на мой взгляд, я очень требовательный, занудный зритель, искушенный. Если мне картина понравилась, это бывает крайне редко. Но только редкие артисты всегда там говорят, ой, это вот кино, я снялся, оно замечательное. Мне всегда чего-то не хватает, я всегда сам себя ругаю. А эта картина, вот, если бы завтра мы ее начали снимать опять, я бы постарался сыграть так же, как в этом варианте. Круто! А я бы хотел дополнить, что в этой картине еще и играет Полина Гагарина. Вот так вот, мы ее знаем как фантастическую певицу, она имеет актерское образование. Она МХТ. МХТ, это наш человек, это наш человек. И играет она Леди Джейн. Кто такая Леди Джейн? Потому что с царями мы знакомы, бабки-ежки тоже, я знаю, есть в этом, еще про них поговорим. Кто такая Леди Джейн? Это, ну, Андрюша ее любил, потом поработил, как правильная вещь. Да, но она как не ведьма, а все-таки волшебница. Отсказывают. Полина, привет, хорошо, что ты. Я думаю, я один слышу это. Кстати, у нас такой инструктор, настолько... Она сказочный персонаж, безусловно. Сказочный персонаж, вот. Сказочной красоты? Сказочный персонаж сказочной красоты волшебного, так сказать, склада характера. А я хочу заметить, что пока фильм, как вы уже говорили, снимался долго, и у тебя, Саша, родилась дочь в период съемок фильма. И ты не остановился на, так скажем, творчестве, перенесу в жизнь и называл дочь забава. Да, это удивительная история. Расскажи, так совпало или это так вдохновился? В двух словах, ну, я не верю в какие-то совпадения. Все-таки жизнь, она идет такими дорожками, и все не случайно. Но перед тем, как мне предложили сниматься, попробоваться в летучий корабль, мы, естественно, планировали дочь, и не могли дать ей имя придумать. Это очень оказалось сложным процессом. Но среди фаворитов у нас оказались такие имена, как Забава, Любава, Ярослава, Пелагея. Мы хотели назвать ее русским славянским именем таким. И вот мне предлагают попробоваться в летучий корабль. Жена говорит, если утвердят, давай так и назовем. Пусть вот судьба рассудит. И полгода меня пробовали туда, почти 8 месяцев, да, где-то с августа, ой, с января по август. И мы мучились, 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 мучились. В итоге меня утвердили, и мы так ее и назвали. Она родилась прямо 10 октября в момент съемочного процесса, когда мы снимали сцену с Иваном и Забавой. На этих подвесках летали в этом зале во дворце. И теперь вот дома у меня бегает маленькая 2,5-годовалая Забавушка, да. Идивительно. А в чем сложность проб была, что тебя так долго пробовали из-за хореографии? Это я могу ответить. Так, да. Это вопрос не ко мне точно. Сашка, какой есть, такой и есть. Я вообще считаю, что, не знаю, удобно ли об этом говорить, но я Сашу уже говорил, что поскольку самый близкий, дорогой мне человек, которого нет, это Саша Абдулов. Вот я думаю, что Сашу Метелкина ждет судьба. Саша Абдулова с точки зрения не только популярности, а любви народной. Он абсолютно такой русский богатырь, русский сказочный герой, но во всех отношениях. И эта картина ему очень подходит. Вот я думаю, что она будет у тебя как визитная карточка, но вот как фотография в паспорте, я не знаю, ну как правильно сказать, что это действительно... Аватарка, мы говорим. Аватарка. Вот, аватарка. Спасибо большое. Вот. И пробовался он так долго не потому, что он что-то делал не так или у него не получалось. А дело в том, что Илюша, учитель, за что я его очень люблю и уважаю, он невероятно тщательный. Он не столько пробовал тебя, сколько пробовал себя. И он искал героя, который будет соответствовать тому, какой фильм он хочет снять. Вот и все. Поэтому и я очень много раз, несмотря на то, что фактических проб у меня не было, ну, наверное, раз 15 я приезжал, мы с партнерами читали тексты, пытались это обсуждать, пытались пристроиться, пытались как-то услышать друг друга. Потому что эта тщательность, несмотря на свою молодость, ну, уже там, ему не 20 лет, Илюша, но он старой школы. Потому что папа. Ну, и папа, и не только папа. Просто он действительно старой школы в хорошем смысле. Он любит снимать кино тщательно и точно. Потому что очень много других примеров в современной жизни, когда как снялось, так и снялось. Вот у Илюши это невозможно. Он всегда добьется того. Он в этом смысле даже как-то похож на моего большого мастера, на Германа. Герман пока не получалась сцена какая-то, вот, трудно быть богом. Сцену могли снимать и неделю, и месяц, и полгода. Пока не получится то, что он себе, как он всегда говорил, вот, я должен снять так, как мне приснилось. Вот Илюшка тоже, он в этом смысле невероятно тщательный. Может быть, поэтому и картина получилась, и все в ней идеально. А вот люди, зрители, я думаю, что многие в зале, и я порой говорю, что не надо делать ремейки. Когда-то мы говорили, не надо делать ремейки на советские комедии. Надо делать ремейки, которые мы любили, или какие-то продолжения, которые порой казались нелепыми. Но именно мультфильмы почему-то всем нам зашли, и это можно увидеть по кассовым сборам. Что всей семьей мы идем, отправлено от деда до внука, поколениями мы приходим в кинотеатр и смотрим. Почему так зашли мультфильмы? И вот даже у нас есть вопрос такой от наших коллег из кино Mail.ru. Какой еще из любимых мультфильмов своего детства или уже более взрослого возраста вы бы хотели экранизировать? Ну, я еще очень люблю «Голубого щенка». У нас тем более, что можно сейчас с технологиями-то сделать класс на животных. И у вас в фильме фантастический соловей-разбойник, кстати. Да. Ну, у нас все фантастические. Я считаю, что вообще картина вся состоялась, потому что все на своих местах. И там настолько... Вот еще что очень важно. Там есть как бы сказка, и там есть невероятное то, что касается юмора, ну, современных взаимоотношений. Потому что я уже начал об этом говорить. Я играю царя. Ну, какой я царь? Я просто играю царя маленького государства. А у меня такое государство и есть. Это мой дом. У Лени Ермольника. У меня есть дочка, которую там 10 лет назад... Она вышла замуж, да. Есть у меня внуки и так далее, и так далее. То есть я все это понимаю. Есть какие-то или были, и я их решил, какие-то финансовые проблемы. Бюджетные. Вот. Надо, чтобы были деньги, на что можно дворец починить и так далее, и так далее. Ну, назовем тогда. Ну, кстати, у меня дом такой почти как дворец. Вот. И поэтому все эти проблемы или все эти задачи и заботы этого царя мне ясны. Потому что все же оно в элементе, понимаешь, неважно. И, по-моему, это получилось с юмором. Я хотел бы ответить на тот вопрос, который вы сказали. Почему вот с детьми, с дедушками в кинотеатрах? Дело в том, что в любой сказке и в сегодняшней моде этой есть самое главное. Это кино про любовь, про верность, про желание сделать все, что угодно, чтобы не потерять свою любовь, отвоевать свою любовь. А это очень свойственно подрастающему поколению, потому что их сегодня нужно этому учить, потому что все немножко пластмассовое. А в этой картине такое все, кровь бегает. Ну, это вот как раз то, что делает Саша в кино. И то, что делает обязательно, хочу сказать, невероятная, невероятной красоты Ксюшенька, которая играет забаву. Она, правда, она невероятная. Она шикарная, да. Итальянский неореализм отдыхает. Вау. Да. Ну, я серьезно, да. Она замечательная выпускница Чукинского училища, молодая актриса театра Вахтангова, но уже состоявшаяся, и поэтому это... Ну, я думаю, что... Вот в подтверждении. Посмотрите, у нас есть фотография. Да, да, смотрите, какая. Ну, просто такая... Саша, а вернемся. Ты бы какой мультфильм хотел экранизировать уже как в кино? Я об этом не думал. Сейчас уже сложно, потому что уже все, что можно экранизировать, так сказать, либо экранизировали, либо хотят это сделать. Не знаю, я любил «Ну, погоди» в детстве. А ты больше был бы волком или зайцем? Ну, конечно, я волк. О-о-о! Если бы вынимать, я готов сыграть зайцев. Вот, кстати. Ну, чтобы работа была. Там ролей полот. Там и бегемот в музее. Нет-нет-нет, зайцы. Там зайца роль поглавнее. У вас есть хобби? Заходите в ОК. В сервисе увлечения вы сможете увидеть, что сделали другие, и найти вдохновение. А если в процессе что-то пошло не так, то можно задать вопросы, сразу прочитать ответы экспертов и выбрать тот, который подходит именно вам. Делитесь своими хобби и получайте признание единомышленников из 40 миллионов увлеченных людей. Все о ваших увлечениях на ОК.РУ. Завершим разговор про кино самым главным вопросом, который, наверное, задают. Бабки-ежки есть у вас поющие? Есть, но это наш сюрприз. Если вы еще не купили билет, не убежали в кино, я не знаю, что вас держит. Поговорим о другом фильме, который собрал миллиарды, где вы тоже сыграли. А вы вообще к чему как царь Медас такой? Прикасайтесь к картине Жди Кассового успеха. Я говорю про мастера Маргариту. Ну, вообще меня поэтому и приглашают, чтобы зрителя тянуло в кинотеатр. А мы тянемся. Мы видим Ермольника и сразу же... Если Ермольник есть в кино, значит, надо идти, надо смотреть. Сами идут, мы сразу же карточку прикладываем, попкорн берем, садимся. Замечательно. Нет, картина, по-моему, знаковая. Любимое произведение многими поколениями. Это гениально Михаил Фанасьевич Булгаков. Я думаю, что это кино очень отличается от всех предыдущих попыток сделать эту картину. Во-первых, по-настоящему, поскольку у меня жизнь связана с этим произведением, начиная с 76-го года, с Юрия Петровича Любимова, вот то, о чем мы начали разговор, о похожести наших судеб. И я к этому произведению приходил много раз, но никогда не было такой Маргариты и такого мастера, какие получились в этой редакции. Там есть какая-то невероятная химия, невероятное электричество. Они настолько настоящие, настолько я во все верю. Это, по-моему, сделало идеально. Единственное, что мне не хватило, я бы был счастлив, если бы это был не прокатный вариант, а чтобы это был сериал. Потому что там не хватает времени, но кино не может больше трех часов быть в кинотеатре. А там такое количество Москвы, такое количество персонажей, которые просто невероятно, из-за этого обожают этот роман. Они все там такие совки, такие все... Вот этого чуть-чуть мне мало. То есть я... Знаешь, когда вот... Когда еда вкусная, ты поел, и все равно остается ощущение того, что ты бы еще ел. Вот это кино такое, что мне не хотелось, чтобы оно кончалось. Вот что касается моей работы, она достаточно скромная. Я сыграл этого невероятного полуфашиста, полу кого там этого, Стравицкого, который превращает людей в тех, кого нужно превращать. Вот, по заданию. Вот, вроде это получилось. И я горжусь и очень волнуюсь сейчас, потому что, если это интересно, я заканчиваю запись аудиокниги «Мастер Маргарита» абсолютно полностью, от первой буквы до последней. Это выходит в строках. Даже мне сейчас становится обидно, что я в чьей-то другом прочтении слушал когда-то аудиокниги. Попыток очень много. И я не думаю, что они получились, предыдущие. Я даже в чем-то тоже участвовал, потому что было несколько попыток читать это по ролям. Не получается. Не получается. Я думаю, что так же, когда ты один читаешь Булгакова, да, один на один, у тебя есть свое представление обо всем. Так же и в аудиокниге должен быть один рассказчик. Должен быть один человек, который тебе всю эту историю рассказывает. Тогда у меня к вам такой вопрос. Коровьева вы играли вместе. Сейчас вы прочитали за всех, сыграли Стравинского. Какой персонаж в книге ваш любимый? Воланд. Саша, а твой? Мой? Да. Любимый? Да. Или такой, которого бы ты больше всего желал сыграть? Ну, я его и играю. Все. Коровьев. Коровьев, разумеется. Хорошо. Но так как вы из разных поколений, у меня для вас есть небольшая игра. Как вы догадались. Это заметно. Это близко. Я, наверное, сегодня не очень хорошо выгляжу. Когда близко, слегка заметно. Говорили. На грим. Вот. Хочу с вами сыграть в битву поколений. Я буду вам задавать вопросы из разных времен. Вы будете отвечать. Леонид, вам идет скейтборд. Вообще, как у вас с экстремальными видами спорта? Вы знакомы? Вы имеете в виду бильярд? О, страшный экстрем. Там можно проиграть дом. Ваш большой. Как у меня. Ну, все зависит, естественно, от возраста. Много чего экстремального в моей жизни было. И лыжи были, и снегоходы были, и эти водные стоячие джеты, и что еще. Ну, и я дайвер. Да вы Джеймс Бонд. Да, да. Саша, а у тебя, я знаю, что ты рыбалку любишь. Как у тебя с экстримом? А, с экстримом у меня все хорошо. Я просто думал про экстремальные виды спорта, я сразу на ум пришел, что я сейчас из Туапсе, и вот этих лыж, коньков, ничего не было. Банан, катамаран, вот и были экстремальные виды спорта. Ну, и можно подвергать. Что касается в принципе экстрима, ну, я не сказал бы, что рыбалка – это экстрим, но это вот то, что я очень люблю. Ну, ты такой больше на спокойном. Ну, здесь это нас объединяет, потому что я рыбалку тоже обожаю. Последний мой лов – это марлин у меня был и тунец. Ух ты! Океанский. Не, я последний поймал 11 карпов, 16 килограмм карпов таких, все заморозил, все уже съели. Дорогие друзья, мы прерываем экстренный выпуск программы «Идеология о рыбалке» и возвращаемся… Давайте про блесну, поговорим еще два слова. глаза загорятся, это все про фильм, про фильм. Давайте про фильм. У меня когда черви закончились, хлеб, ну, так смачиваешь. А это уже, это уже ближе к Малышевой, да? Про червейцы говорили. Так. Леонид, сейчас заиграемся. Вам вопрос от поколения молодежи. Что нужно ответить на фразу «Привет, Барби?»? «До свидания, Барби». Какая короткая беседа с Барби у вас состоялась. Это не короткая, потому что, я не знаю, очень разная реакция на последнюю версию Барби, на фильм имеется в виду, да. Я его не смог досмотреть. Не смогли? Нет, я его начал смотреть, но я не смог. Ну, потому что вы там видели Райана Гослинга, которого вы могли бы тоже Кена сыграть, я понимаю, что у вас в следующем прочтении обязательно пригласят. Нужно ответить, собственно, «Привет, Кен!» Саша, продолжи песню. «Синема, синема, синема». Синематограф. «От тебя мы без ума». Да? Да. Эта песня, по всей видимости, я ее не знаю. Нет, ты ее знаешь, это «Человек с бульвара Капуцина». Да, где Леонид Соси сыграл. Это то, что пел Андрей Александрович Миронов. Да. 0-0 пока. Двигаемся дальше. Вопрос к вам. Как 0-0? 1-1. Ну, давайте 1-1, какая разница. Можно даже так. Так, 365-365. Нет, у меня вообще такое ощущение, что мы здесь втроем, и чего-то не хватает на троих. Следующий вопрос про «Мстителей» будет. Леонид, начнем с вас. Я перечислю вам героев. Надо будет убрать лишнего из «Мстителей». Смотрите. Тони Старк, Тор Одинсон, Эрик Картман, Брюс Беннер. Я бы хотел, чтобы этот вопрос был заменен на «Неуловимых мстителей». А мы сейчас пройдем к ним. А? А «Неуловимый» будет для Александра. Сейчас все, что вы назвали, я вообще не понимаю. Нет, нет, это, естественно, касается кино и касается артистов, которые мы с тобой не знаем, потому что... Это супергерои. Да, да. Это начинающие пацаны, которые неплохо там... Устроились. Устроились, сыграли. Особенно Тони Старк, я бы этого молодого парня отметил. И зарабатывают больше, чем мы. Опять... Ну, а еще, как говорится, не вечер, мы еще покажем. Кто уже об этом думает? Конечно. Хочу, как говорится, к кармушке тоже немножко... Давай, давай. Эрик Картман из этого списка лишний, потому что он из сериала «Южный парк», «Саус парк». Не смотрели? Кто? Эрик Картман. Нет, «Южный парк». Да, «Саус парк». Слышишь? Это по-английски. Это по-английски. А, я-я-я-я. Я-я-я, окей. Окей. Саш, вопрос тебе про «Мстителей», но уже про «Неуловимых». То, что просил Леонид. Я тебе перечисляю героев. Я тебе подскажу. Данька Щусь, Яшка Цыган, Яшка Цыган, Валерка Мещеряков или Шура Балаганов. Кто из этих персонажей лишний? Леонид. Я сейчас рассажу эту сладкую парочку. Затрудняюсь, ответите. Леонид. Балабан, конечно. Балабан. Балабан. Балабанов тоже. Мимо Шура Балаганов. Он из «Золотого теленка». Ну и давайте перевод. А вот такое ощущение, что вы тоже не на все вопросы знаете ответы. Вы все время куда-то смотрите. Задайте мне любой вопрос, я отвечу. А вот и все. Любой. Пожалуйста. Мой год рождения. Вам 70. Сейчас 24. Получается, что 1984-й. Вы молодо выглядите. АПЛОДИСМЕНТЫ Но я знаю, потому что вам и вашему партнеру по съемкам Джону Траволти в этом году по 70. Как у вас сразу же заиграл глаз. Смотрите. Смотрите. А как? Да. Так. Переводы, раз мы заговорили о иностранцах, о Траволти, переводы фильмов, которые, русские фильмы, которые шли в зарубежном прокате. Итак, как вы думаете? Русские фильмы в зарубежном? Да. Son of a rich. Русский фильм. Как так называться? На английском. Как переводится? Son of a rich. Son. Не son. Не son, а son. Son. Это уже игра крокодил. Son. Бегает. Of a rich. Rich. Дорого. Expensive. Это дорого. Rich – это вы. Богатый. Нет, я имел в виду, что rich – дорогое. Это богатство. Son of a rich. Минута прошла. Знатоки. Помощь клуба. А кто вам подсказывает эти вопросы? Тут написано шерифтом New Times Roman. Так. Son of a rich. Как у вас с иностранными языками? Халоп. Халоп. Представляете? И следующий тут же вдогонку на двоих вам, чтобы объединить уже. Я из-за этого не хожу на эту игру на Первом канале, который идет «Стать миллионером». Знаешь, для чего? Потому что очень глупо себя чувствуешь, когда тебе задают вопрос, и ты не знаешь ответов. Причем, если ты знаешь, например, из 197% информации какой-то, а тебе обязательно задают те 3%, которые почему-то либо вышли у тебя из головы, либо по какой-то причине ты не видел это или не смотрел. И ты чувствуешь себя глупо, потому что у вас удивительная способность. Я знаю результат сегодняшней нашей встречи. Я все-таки куплю себе телевизор. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошая вещь дома. Хорошая. Хорошая. Теплее. Да, я сейчас вам последний задаю на двоих. Во Франции советский фильм вышел под названием «Когда пролетают аисты». Что это за фильм? Советский. Легендарный фильм. «Летят журавли», что ли? Абсолютно верно. Потому что... Ну, вообще, перевод странный, согласись. Да, потому что «Летят журавли», дословный перевод, будет созвучен с фразой «Проститутки воруют». Серьезно? Да, поэтому решили по-другому. Так, ну что? Это сколько языков надо было подготовить, чтобы сегодня вот состоять в этом диалоге, а? Как тебе кажется? По-моему, нас пригласили, чтобы унижать. Итак, с разгромным счетом 36 тысяч, 36 тысяч заканчивается наша ничья в битве поколений. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами объединились, блиц-вопросами. Я быстренько буду задавать, а вы будете говорить. Леонид, помимо фильма, который выйдет я про «Летучий корабль», какое кино вы регулярно пересматриваете? Ой, наверное, «Берегись автомобиля». Так, почему? Ну, потому что я считаю, что это одна из самых великих комедий, и это невероятное кино, которое я обожаю. Вот. Ну, вообще я люблю фильмы с моим участием. Я, конечно, шучу, но нет, но есть фильмы, которые, ну, я обожаю, например, это без связи с тем, что с моим участием. Например, если я вдруг попадаю, и на каком-то канале идет фильм «Тот сам Мюнхгаузен», несмотря на то, что я его знаю наизусть, да, оторваться невозможно. Саш, а у тебя какой фильм, который ты пересматриваешь? Знаешь, есть такая ситуация, не зная, что смотреть, включая вот это. Ну, учитывая то, что когда я приезжаю домой, например, в Туапсе, у меня дома всегда у меня отец. Во-первых, вот любит всю советскую классику так, что ежедневно, сколько бы я там ни находился, сколько бы там ни находился отец, там всегда с утра до вечера крутится «Спортлото-82», «Кавказская пленница» и «Приключения Шурика». Это вот бессмертная… Да, 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 все это крутится просто. Телевизор может не выключаться на кухне вообще ночью. Ты можешь прийти попить водички и смотришь, как там они за этим билетом с лотерейным бегают. Но я лично люблю пересматривать… Вот мне нравится очень такая история, трилогия «Властелин колец». Я ее периодически пересматриваю, и мне нравится вот так год ее не смотреть, потом снова посмотреть. Так это же часов 12 чисто. Это много времени, но это интересно. Но это не единственный фильм, который я пересматриваю. То есть ты вот, если вот выбирать клана, ты все-таки туда к толканисту? Если выбирать… Нет, если выбирать… Если выбирать, естественно, я буду «Спортлото-82» или «Афоня». Ты мне рук должен. Вот это бессмертное. А просто в качестве как бы расслабиться, получить удовольствие от, так сказать, исторической всей этой истории. Так быстренько. Какой сериал недавно посмотрели, и можете его порекомендовать? «Золотое дно» с Алексеем Гуськовым. Это вышло вот буквально недавно, вот, что ли, в этом месяце или в том. Скажем так, на днях. Да, это очень классный сериал. Восемь серий, которые держат в таком напряжении. Там прекрасный актерский состав, и там есть как бы зачем понаблюдать. Леонид. «Мосгаз», где я снимался. Спасибо. Тетя Марта. Первый сезон. Шикарный. Кибер-Иван. Продолжаем. Совершеннолетние. Так, к какой книге постоянно возвращаетесь? Ну, вы уже говорили об этом. Я думаю, что, наверное, вот у меня какой-то четвертый или пятый период возвращения к «Мастеру Маргарите». И с каждым разом ты находишь в этой книге то, чего раньше, если честно, не понимал. Это связано с возрастом, это связано с жизненным опытом и с тем количеством ассоциаций, которые возникают. Есть ассоциации, которых не может быть у тебя в 20 лет, в 25 лет, которые могут быть в 40, в 50 и так далее, и так далее. Поэтому это, наверное, классика 20 века, поэтому, наверное, это Михаил Фанасьевич Булгаков. То есть в 20 пропускаешь главы с Понтием Пилатом, а в 60 читаешь только главы с Понтием Пилатом. И так, можно и так, да. Саша. Ну, я бы не сказал, что я часто возвращаюсь к каким-то книгам, поскольку сейчас идет такой очень сложный период в том плане, что приходится читать огромное количество сценариев, и тебе не хватает просто физически времени взять, пойти книжку, сесть, перечитать там «Преступление наказания» или «Идиота» Достоевского, который я очень люблю. Вот. Сейчас мы занимаемся прочтением огромного количества сценариев. Это отнимает много времени. Да, и потом двое детей, они тоже не всегда позволяют найти там три часа свободного времени просто почитать, не отрываясь. Про детей и чтение. Давайте быстренько сыграем в игру, где вы раскроетесь как чтецы сказок. Прямо сейчас, собственно, наша игра, которая называется «Пап». Ну, почитай. Мы попросили детей наших коллег и друзей написать сказки. Эти сказки премьерные, то есть их никто до этого не слышал, а их авторам совсем мало лет. Но читать будут... Взрослые дядьки. Взрослые дядьки. Так, Леонид. Да. Начнем с вас. Да, это вам. Держите текст, пожалуйста. Спасибо. Я анонсирую. Сказка первая. Волшебная. Автор Артем Кокин. Четыре года. Читает Леонид Ермольник. АПЛОДИСМЕНТЫ Однажды упал метеорит на землю, где живут герои Гуджитсу. Из него выполз ист и все животные зоопарка, превратив героя Гуджисту. Гуджитсу. Гуджитсу, извините. И они даже могли растягиваться, и у них был шинсей. Они стали учить тренировку. Это автор из России? Да. Эй, ты, давай драться, сказал первому другой. Хороший, что первому другой. Они дрались, тем более их было четыре. И два. И два сразу на двух. Их звали Страст, Тантара, Гармонент, ну и Блэйзагод. Блэйзагод. Блэйзагод, скорее. Блэйзагод. Блэйзагод использовал свою силу. Атака левой на Ро, на Та, на А, на Ро, на Та. Забыл там название тигра. Ну, тогда все значит. АПЛОДИСМЕНТЫ Блэйзагод. А? Блэйзагод, да. Это самый молодой автор, которого вы читали. Да? Сколько? Четыре года. Неплохой дебют у автора. Короткометражка. Абсолютно. Блэйзагод, я думал, что это просто какой-то еврейский праздник. Блэйзагод. Пожалуйста. Почему еврейский? Блэйзагод. А мне кажется, казахский. Ну, назовем так. Казахский еврейский праздник. Переходим к следующей сказке. Сказка вторая. Страшная. Автор Маша. Пять лет. Читает Александр Метелкин. В одном черном-черном доме жил черный-черный сажик. Сажик шел-шел по черному асфальту. На черном асфальте был черный-черный люк. В черном-черном люке была черная-черная темнота. А в черной-черной темноте и свалился наш сажик. А дальше сажик залез в темную-темную канализацию и пропал. Да. Вот так. Дорогие друзья, нас ждет просмотр замечательного фильма, в котором сыграли замечательные актеры. А от себя могу сказать, что это караоке-блокбастер. Потому что сидеть, смотреть, вот так мы смотрим фильмы, невозможно. Хочется петь, ноги сами в пляс идут. И все это летучий корабль. Это ОК на связи. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.